всем привет сегодня мы будем планировать новый учебный год думаю уже все успели отдохнуть побездельничать и самое время заняться самым важным планированием до начала учебного года еще целых три недели делать будем мы все с вами не спеша и заранее нет смысла планировать все в самый последний момент ведь от этого зависит наша с вами успеваемость продуктивности качества работы которые входят наши с вами планы нам важно грамотно все расписать и ничего не упустить планировать можно как в электронном так и в бумажном виде разберем мы с вами и то и другое а вы уже сами выбирайте что вам больше нравится и какая техника вам более удобно первое с чего я всегда начинаю это организация рабочего места дома именно здесь я провожу больше всего времени выполняю домашние задания думаю строю планы тут ко мне также приходят новые идеи для этого мне достаточно чтобы было чисто уютно и комфортно и много света 2 это канцелярия у меня к ней особый подход всю канцелярию я Я покупаю постепенно, начиная с начала лета и уже к сентябрю у меня собирается огромная коллекция тетрадей, планеров, ручек, линейок, текстовыделителей, наклеек, закладок. Все это необходимо для планирования и даже ведения конспектов. Я люблю, чтобы канцелярия была эстетичной, присутствовали пастельные тона, потому что это придает какой-то особенной эстетике определенного стиля. Также важно, чтобы канцелярия была качественной, поэтому я сделала заказ на сайте Remarkly и уже даже забрала посылку. Вот все это нам с вами понадобится. Давайте сделаем небольшой обзорчик того, что я заказала. Первое, что я хочу показать, мне пришел вот такой вот магнитный планер на холодильник. С помощью него вы можете планировать свои покупки, планировать день, планировать неделю. Очень удобно делать это всей семьей, потому что вы видите ваши планы, ваши какие-то встречи. Возможно, маме нужно отвезти ребенка в школу или наоборот забрать садика в определенное время. Можно создавать свои условные обозначения, писать покупки, дела, задачи, цели на неделю. И также в комплекте есть специальный маркер, который еще и можно стирать. Поэтому планер многоразовый. Во второй коробке находилось много канцелярии, и я даже заказала себе новые текстовыделители. Вот такой вот голубенький и фиолетовый. Давно хотела попробовать штабило, и позже я вам покажу, как они работают. Это лучшие маркеры, которые у меня были, скажу честно. И также вот такая вот простая черная ручка. В этой коробке я нашла тудулист. Если вы не знаете, что такое тудулисты, это, так сказать, подручный планер, куда вы можете записать себе какие-либо задачи, дела и так далее. И с помощью галочек вычеркивать выполненные задачи. И также в каждой коробочке ремаркеры кладут вот такой вот наборчик, в котором находятся два тудулиста, наклеечки со всякими условными обозначениями, которые можно использовать для планера, и вот такую страничку с колесом баланса. Теперь давайте распакуем самое интересное в этой посылке. Это вот такой вот офигенный планер. Если я не ошибаюсь, я заказала еженедельник, и внутри уже все готово. То есть ничего не нужно самому рисовать, не нужно как-то париться, уже все за вас сделано. Внутри есть просто огромное количество разных разворотов, всякие трекеры привычек, и, соответственно, разделы для планирования месяца и недели. Также я заказала вот такие вот универсальные обложки, я хочу использовать их для универа. На них долго не будем останавливаться, потому что далее мне пришли тетради, тоже для универа. Все они в точечку, и просто посмотрите на это сочетание цветов, оно прекрасно. И в последней третьей коробочке находилось не так много всего. В самое главное, Ремаркли положили еще один вот такой вот наборчик, чему я безумно рада, потому что таких наклеечек много не бывает. А во втором конвертике находилось просто огромное количество наклеек, которые можно использовать для планера. Особенно мне нравятся вот такие вот всякие сеты, в которых есть какие-то условные обозначения для планера, и также можно использовать их для конспектов. И последнее, что я заказала, это вот такая вот офигенная тетрадь. Можно, конечно, использовать как планер, и скорее всего это для этого и рассчитано, но я буду использовать для изучения немецкого языка, потому что мне нужна была вот такая вот универсальная тетрадь, точку именно, для того, чтобы записывать все правила, которые мне будут необходимы на протяжении всего моего периода изучения данного языка. Третье. Перед тем, как планировать, делаю набросы, отпишу весь список задач, которые планирую выполнить. Можете написать на отдельном листе бумаги или создайте заметку на компьютере, или если что-то приходит в голову, по ходу дела дописывайте, и только после этого вносите в планер ежедневник. Если планируете в электронном виде, то вносим в ноутбук, компьютер, планшет или телефон. Ну что, начинаем планировать. Сначала разберем бумажный вариант, а потом я перейду к электронному и покажу разные приложения. Для бумажного планирования можно использовать как обычные тетради, так и блокноты в точку, либо готовые планеры. Я за весь период планирования своей жизни пользовалась всеми этими вариантами. Мой любимый — это готовые планеры, в которых уже все расчерчено и заранее придумано. Берем тот самый планер от Remarkly, и давайте подробнее посмотрим, какие разделы в нем есть. Все это вы, кстати, можете отобразить и сами в своем блокноте, в точку, например. Позже я вам все покажу. Во-первых, тут есть список желаний, которые вы можете заполнить, места тут достаточно. И еще в планере есть QR-коды, с помощью которых вы можете прочесть статьи и советы о том или ином блоке в планере. Во-вторых, книжная полка. Я уже записала себе список на новый учебный год из тех книг, которые собираюсь прочитать. И спасибо всем, кто оставлял комменты под прошлым роликом. Далее фильмы. Их тоже можно записать множество. Я сейчас стараюсь смотреть все на английском языке с субтитрами, и поэтому вам советую. Затем мое любимое — это колесо баланса. Это очень эффективный инструмент для анализа всех сфер вашей жизни. Задача оценить от 1 до 10 все 8 сфер жизни. Вот, например, какие сферы отслеживаю я. Вы можете, конечно, использовать свои. Затем те сферы, которые не достигли 10 баллов, вам нужно прокачивать и каждый месяц обновлять информацию и работать на улучшение. Работать над сферами нужно так, чтобы сделать колесо ровным, чтобы оно поехало, так сказать. Фокус карты на год. Каждый месяц ставьте себе цели не просто помыть посуду, а, например, бегать по утрам каждый день. То есть, сфокусируйтесь на своем здоровье, чтобы через год достичь глобальных целей. Потом в планере идут трекеры привычек на каждый месяц. Запишите себе несколько привычек, которые хотите довести до автоматизма вот сюда, и стремитесь их выполнять каждый день. Не хватайте за все сразу, так как может случиться провал. Нам этого не нужно. И теперь непосредственно переходим к планированию месяца. Первым делом я записываю название месяца и числа для каждого дня недели вручную. Пишу сразу цели и задачи на месяц и фокус месяца. Вот на этом поле можно записать цитату месяца, например. У меня в руках еженедельник, поэтому перейдем к планированию недели. Тут также можно разбивать фокус на более мелкие задачи для глобальных целей, и поэтому мой фокус недели будет сбалансированное питание и спорт. На странице есть небольшой трекер привычек, который можно перенести. Затем я прописываю задачи, обычно такого поля я называю входящими, то есть это те задачи, которые нужно распределить затем по дням. Также есть поле время на себя и нужно купить. Затем я перехожу к записи непосредственно дел и всяких встреч на неделе. Теперь я покажу, как бы я оформляла простой планер в точку. Такой процесс особенно понравится творческим личностям, и, кстати, все шаблоны и варианты можно найти в Пинтересте, что я и делала. Я где-то два года назад вела планеры в точку вот таким вот образом. У меня даже есть целый плейлист о планировании. И давайте сейчас поговорим, что же писать в планерах. Во-первых, это важные дела. Затем выделять маркером даты, мероприятия, запланированные встречи и так далее. И также подробно прописывать задачи на каждый день. Если что-то не успели из списка запланированного, не беда, перенесите на следующий день с помощью наклейки, которую приклеите как пометку, и выполняйте смело. Главное, не собирайте все в кучу, так как потом будет тяжело. Если задача перенеслась более двух раз, то нужно понять, почему это произошло. Переформулируем эту задачу или вычеркиваем совсем. Возможно, вы изначально просто неправильно задали себе настрой. Бывает, что задача требует несколько действий для ее выполнения. Распишите такую задачу на подзадачи и развейте на несколько дней. Но помните, что задача всегда должна быть конечной, то есть до конца выполняемой. Конечно, в бумажном планировании можно проявить все свое творчество, использовать наклеечки, цвета, но занимает этот процесс немало времени, поэтому подходит не всем. Сейчас я все-таки больше предпочитаю электронное планирование. Я подготовила для вас три варианта планирования в электронном виде. Первое — это заметки. Если вы не хотите заморачиваться, синхронизируйте свои гаджеты и создавайте себе туду-листы или планеры прямо в своем телефоне или компьютере. Можно использовать как сторонние приложения, так и обычные заметки. Второе — это приложение AnyDo. Офигенное приложение для планирования на ходу. Писали задачу, затем выполнили ее и отметили. Третье — это Notion. Мой любимый ресурс для планирования. Скоро уже будет год, как я использую именно его. Если хотите отдельное видео, пишите в комментариях. Я сделаю обзор на мой workspace и новое оформление. А вообще у меня на канале уже есть несколько видео на тему Notion. Четвертое — это чек-лист покупок к новому учебному году. В описании этого видео вы найдете ссылку на мой телеграм-канал, где вы сможете найти чек-лист в виде PDF-файла. И там есть весь список того, что необходимо приобрести к новому учебному году. Забирайте его по ссылке. Кстати, хочу сказать, что компания Remarkly дарит скидку 10% для всех моих подписчиков. Информацию я оставила в описании к видео. Обязательно туда заглядывайте. Многие до сих пор сомневаются, зачем оно мне надо, это планирование, я не хочу жить как робот. Но поверьте, те, кто планирует свою жизнь, ставит цели, задачи, расставляет приоритеты, мечтает, и жизнь интересна, красочна и увлекательна. Вся наша жизнь состоит из задач и вызовов, а значит, планирование — важная составляющая. Без него мы бы не смогли реализовать все наши цели. Это было все видео, я надеюсь, оно вам понравилось. Желаю успехов в новом учебном году. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok